всем привет любуюсь погодой за окном как танцуют снежинки вы только посмотрите какие ветки ели под снегом красота необычайная хочется открыть окно и выглянуть на улицу это не зима это весна слышите птицы поют снег хорошо начал таять но вчера за весь день и всю ночь вот столько снега много-много посмотрите какой он чистый белый вечер и снег уже облетел с веток то деревья под снегом были очень-очень красивые пушистые кто-то ко мне пришел услышал что открыто окно выходи пришел воздух понюхать весенний воздух свежий чистый холодно ближе не подходит ну иди поближе таким нет не хочешь солнышко под облаками она то выглянет то спрячется уже несколько дней солнышко как бы мало светит потому что снежок снежок как будто зима но весна как восхитительно смотрятся ели из окна заснеженные просто не оторвать взгляд но нужно приготовить что-нибудь к обеду если интересно что я готовлю смотрите куриные ножки хочу сейчас замариновать часика на 2 перед обедом приготовить чаще всего я мариную на ночь ну даже если замариновать минимум на часок на полтора будет очень вкусно конечно же я их промыла делаю небольшие надрезы до основания кости с двух сторон вместо надрезов можно знаете еще как хорошо чтобы мяско приготовилась прикрыть мешочком слегка слегка отбить я тоже так делаю надрезы делаю для того чтобы внутри хорошо мясо промариновалось и было такое непресное для маринования я беру горчица у меня домашние хмель и сунели паприка сладкая специи для мяса есть соль соевый соус немного подсолнечное масло и кукурузный крахмал вы можете добавлять любые специи на ваш вкус крахмал кладу 2 чайные ложки на это количество ножек здесь одна упаковка магазинная крахмал очень хорошо мясо смягчает оно становится нежным и мягким в любое мясо можно добавлять крахмал часа на два оставлю мариноваться к обеду приготовлю если оставлять на ночь мариноваться конечно же в холодильнике гарнир хочу приготовить картошку в духовке картошку добавлю соль перец сладкую паприку базилик сушеный подсолнечное масло пока мясо маринуется картошечка специями пропитывается займусь пересадкой вот этого красивого кудрявого хлорофитума он у меня еще стоит покупном горшочки представляете себя хорошо чувствует поэтому я его и не пересаживала да и как-то знаете все не могла время выбрать этот хлорофитум не посоветовали мои зрители мне он так нравится благодарю вас решила расположиться на подоконнике он широкий и удобный заодно смотрю на улицу на заснеженные деревья здорово вот уже новый побег хлорофитом пустил его не было когда из магазина купила меня спрашивают как достигнуть гармонии внутри каждый человек должен сам над собой как-то работать советы давать легко но воплощать все это не так просто нашей жизни по всеми происходящими событиями как я себя привожу в гармоничное состояние вот так я люблю заниматься цветами растениями когда внутри у меня дискомфорт состояние такое не очень даже когда погода пасмурная уже несколько дней ну да тоже на душе становится также пасмурно все-таки солнышко она дает и настроение поднимает тонус просто подхожу к растениям даже если ничего не нужно делать подхожу что-то смотрю земельку подрыхлила поговорила даже с растениями они тоже передают свою энергию ты свою любовь им даешь они энергию это я рассказываю про себя многие не выращивают растения просто нужно находить занятие которое нравится по душе и отвлекаешься каких-то грустных мыслей и просто но возможно если есть желание можно шкафы перемыть посуду там какую-то перебрать сегодня пересадила хлорофитом сейчас займусь приготовлением обеда уже время подходит вот и создаешь внутри гармонию приятными делами но если уж совсем не хочется ничего делать можно просто какой-то фильм посмотреть отвлечься но опять же нужно вовремя остановиться в плане того что там если ничего не хочется делать вот смотришь смотришь для какие-то фильмы отвлекаешься от реальной жизни нужно вовремя стопы сказать как-то даже может быть и через силу поднять себя и начинать действовать каком-то направлении для каждого человека все индивидуально если одному человеку какой-то совет подходит другому это вообще не подходит опять же повторюсь легко давать советы нужно все делать по чувству по дичку меня уже впиталось сюда пролью посмотрите какая красота и нежность не ждите когда закончится гроза учитесь танцевать подождем вот так как фильме аватар вот эти беленькие то как они назывались дерево танцевали так и это похоже на гармонию радость можно получать от самых-самых обычных дел даже от того что вы видите вокруг себя разрастется распушиться потом уже можно пересадить в большое кашпо я изначально хотела заменить этот флорофитом сюда посадить кучерявый но я смотрю он такой зелененький растет и жалко его убирать пусть пока так зелени когда много тогда уютнее и лучше немного наливая подсолнечного масла в сковородку обязательно сливочная масса таким способом очень вкусно готовить курицу целую у меня рецепт есть называется оля то пока вот так маслица растаяло теперь кладу нож друг с другом месте закрываем добавлю груз трехлитровую банку полную с водой готовлю на умеренном огне даже чуть чуть меньше умеренного минут двадцать пять-тридцать дольки картофеля обмакиваю панировочных сухариках в духовку до готовности она у меня уже разогрелась пока обед готовится немного поговорю мне пишут вы скучно живете скучно не скучно это ваше мнение каждый человек живет так как ему комфортно так как считает нужным для себя возможно будет неправильно говорить так как ему комфортно бывают такие ситуации да не бывают это так и есть хочется может быть других условий жизни или жить где-то в другом месте но нет возможности таких проживя жизнь понимаю что не нужно навязывать то что тебе комфортно тебе нравится потому что другому человеку это абсолютно неприемлемо поэтому нужно понимать все жизненные ситуации у человека к советам людей нужно обязательно прислушиваться но поступать так как чувствуешь если тебе это приемлемо откликнулась пожалуйста делает так как тебе подсказали люди потому что тоже люди живут как бы прожив свой жизненный опыт делятся советами они очень полезны бесценные да но опять же совет и навязывание своего мнения своего образа жизни то что мне хорошо значит тебе должно быть тоже хорошо если ты пойдешь кино или в театр тебе не будет скучно жить есть люди которые вообще в лесу живут им не скучно они получают удовольствие от природы каждый день находят что-то новое вокруг себя всех по-своему по-разному вот уже аромат пошел сейчас будем проверять переворачивать на другой стороны так смотрим смотрим смотрите поджарилась как румяненько какая красотища снова кучку им кусочки закрываем еще минут 30 в общем знаете все зависит от огня не нужно сильный огонь она получается как медленный огонь и он так все готовит 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 хорошо внутри в то же время корочка такая поджаристая если по времени сказать где-то минут 35 вы не ходили не смотрели не переворачивали потому что все закрыто и чтобы не пережаривать не надо слишком сильный огонь потому что он может быстро-быстро схватиться а внутри не про готовится поэтому по виде она даже не не шипеть слишком сильно не бурлит как-то все хорошо готовится для картошечки беру сметану добавляю сушеный чеснок петрушку можно подсолить если нужно она уже подрумянилась хорошо все внутри протыкается отлично румяненько что уж убираем времени уже должно все приготовиться вот посмотрите какая красота с двух сторон нужно и внутри проверить мясо нежнейших смотрите как протыкается вот со второй стороны видите не пережаренная а примут как карамелизированная вот это зажарочка она легко снимается очень-очень вкусная не соленая ничего смотрите я тоже можно съесть это масло вытоплено я не выбрасываю она не подгорела и никакой не испорченная сливаю в баночку охладиться ставлю в холодильник потом добавляют когда плов например готовлю какая красота и обжаривание когда добавляете сливочное масло это просто неповторимый вкус такой замечательный очень вкусный обед салатный не хочется никакой делать хотя огурцы есть свежие но картошка соусом мне кажется это достаточно всего и мясо очень вкусно попробуйте так приготовить даже курицу или ножки можно не ножки нужно можно бедрышки приготовить точно таким же способом просто покажу как внутри это мясо выглядит просто мягчайшие смотрите нежная сочная картошечку соус видите какая картошечка замечательно картошку просто так макать и есть так вкуснее руками удобнее нагнул откусил сухарики подхрустывает сейчас хочу посеять перец сладкий для начала разведу фитоспорин у меня универсальный пастообразный он немножко подсох потому что уже давнишний но срок годности фитоспорина 4 года поэтому двадцать третий год еще можно использовать перемешать хорошо чтобы растворился так а не растворила перелила в бутылочку этим раствором можно пользоваться весь сезон потому что фитоспорин защищает растения от различных бактериальных заболеваний немного добавлю в распылитель буквально чайную ложечку можно даже чуть поменьше подготовила землю для посева перцев сладких буду сеять перец сладкий я уже показывала в обзоре семян звезда востока красный и желтый грунт у меня универсальный теравита специально какими-то добавками не пользуюсь просто вот упаковочка открыла насыпала все чайник вскипел буквально одну минуту постоял заливаю кипятком семена перца я не замачиваю не проращиваю для того чтобы быть уверенным наверняка в схожести семян можно ватный диск смочить водой туда разложить семена перца и в упаковочке какой-нибудь закрыть в тепло поставить семена в пакетике внутри на упаковке написано 1 грамм вес ну смотрите сколько здесь семян достаточно много и восемь штук я уже отсыпала сею на теплую землю чтобы она не слишком горячая была но тепленькая чтобы стала сейчас еще горячего то все уже земелька теплая можно семена разбрасывать да я баночки подписала семена перцев сею в этом году 4 марта сверху фитоспоринчиком побрызгаю семена засыпаю землей теперь присыпаю может быть на сантиметр в общем так на глазочек все присыпала и разровняла землю не утрамбовывая сверху тоже светоспорином поливаю прикрываю крышка но не плотно просто так прикрыла не запаковывая если сильный конденсат образовывается можно слегка-слегка так щелочку делать ставлю в теплое место солнечное у меня это подоконник в зале как только появляются всходы такие петельки крышки убираю еще хочу посеять лобелию тоже землю горячей водой проливаю вот это лобелия сапфир она внутри не в пакетике я прям так семена рассыпала какая миленькая все остатки какие есть засыпаю песочком что ли смешать ее с сухим и с влажным это чтобы равномерно и и распределить при посеве все землей сверху не присыпается лобели она очень мелкая сверху сбрызну водой светоспорином там слегка мешочек помещу тепло до прорастания такого цвета а здесь она в пакетике маленькой солонки перемешиваем буду так удобнее потом на руку высыпать семян немного но есть просто они мелкие мелкие может взойдет хорошо я сеяла лобели у меня на вся сходила сорта другие конечно были посмотрим как это взойдет зайдет и замечательно но не зайдет на стуж как уж получится в любом случае покажу уже водичкой сбрызгиваем но по-хорошему если семена схожие то на 45 дней она уже начинает сходить вот у меня еще какая осталась это тоже посею еще такой моментик полиэтиленом закрываю неплотно слегка оставляю щелочку чтобы воздух проходил потому что земля горячие там создается прям такой парниковый эффект теплый теплый и вот так вот стоит если слишком много конденсата можно проветрить слегка вот так либо дырочки здесь сделать тогда здесь прикрыть перцы тоже контролирую сегодня я посеяла перцы и лобели помидоры буду сеять чуть позже где-то середине марта я не тороплюсь потому что все выращиваю в открытом грунте раньше я соблюдала лунный календарь и строго строго по определенным дням сеяла высаживала сейчас я абсолютно не соблюдаю лунный календарь высеваю в те дни ну в какие у меня есть время на сегодня все всем самого доброго здоровья крепкого и благополучия пока пока